Ну что, Израиль вернулся к жизни. Ой, сниму все это, потому что, честно, это было испытание еще то. Я заехала сюда на почту, мне нужно было на почту и в банк. Я заехала в 11.10, сейчас 12.47, полтора часа. 94 человека было передо мной, когда я вытащила у нас это все автоматически. Я нажимаю и получаю номер своей очереди. Израиль вернулся к обычной жизни. Я пришла на почту, смотрите, какой у меня номер. Передо мной 94 человека. Хорошо, что мне нужно было в банк, я пошла в банк, там впускают по 10 человек, точнее не по 10 человек, а смотрят за тем, чтобы в помещении находилось 10 человек вместе с сотрудниками банка. То есть, если в банке 3 сотрудника, то может быть 7 клиентов и вот так вот охранник на входе проверяет. Там же стоит алкоджель, которым протираем руки. Около самого человека, который работает в банке, около сотрудника банка стоят одноразовые перчатки. Если вам они нужны, если вы не принесли из дома. Я вот это все время ходила в перчатках и честно, у меня вот руки просто не дышат уже совсем. Сейчас посмотрю, есть ли у меня с собой антисептик или я уже вытащила его из сумки, который, кстати, тоже очень сушит руки. Есть антисептик. Сейчас протру все руки. Ну, что вам сказать? Все, Израиль проснулся, Израиль вернулся к жизни, Израиль вернулся к жизнедеятельности. Я забрала свою посылку. Я все сделала то, что мне нужно было. Решила уже, если я заехала, не буду ездить туда-обратно. Вот сегодня все сделаю, чтобы больше не возвращаться к этой почте, к этому банку и больше посылок не заказывать. Магазины еще не работают. Работают продуктовые лавки, продуктовые магазины, кафе. Кстати, ходил человек и раздавал купоны на бесплатное кофе. То есть, видимо, кафе возвращается к жизни. И сообщите людям, что кафе работает. Поэтому такой купон на один бесплатный стаканчик кофе можно было получить. Вот такие новости с полей. Сейчас выезжаю. Пока стояла там, слышала, что гремит гром. 5 мая в Израиле гремит гром. Ну, вот это точно праздник, который сообщает нам, что, видимо, корона отступает. Сейчас выйду, все вам покажу. Уже видно, что парковка довольно-таки заполнена. Потому что я пыталась попасть на почту во время карантина и не смогла попасть. Все было закрыто. Хотя по каким-то дням она работала. Нужно было как-то это отслеживать. Я не очень поняла, как. Автоматический выезд у нас. Ну что ж, на свободу с чистой совестью, как говорится. Забрала все, что можно было. И уже, да, видно, прошел дождик. Те машины, которые стояли на улице. Видны, как... О, даже лужи. Ничего себе, дождь так дождь прошел. Пятого мая в Израиле дождь. Это вот историческое событие. Помимо того, что мы вышли с карантина, то, что пошел дождь прям такой сильный, обильный, с лужами, это реально историческое событие. Вот видно уже, сколько машин на дорогах. И сейчас я хочу рассказать, что же такого грандиозного у нас произошло в Израиле, что жизнь просто вернулась за один вечер. Вчера у нас была пресс-конференция, на которой выступал наш премьер-министр Бениамин Антаньяу. Выступал он вместе со всеми министрами. И вот такой отчет они дали нам за полтора месяца, что произошло в Израиле, какие были приняты меры, что сдержали мы пик заражения коронавирусом, и страна возвращается в жизни. То есть он отменил вот это распоряжение, что от дома можно отдаляться только на 100 метров по жизненно важным вопросам. Соответственно, с сегодняшнего утра израильтяне могут выходить на любые расстояния по всем вопросам. Нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, нужно быть в масках, нужно быть в перчатках. И как только все это услышали, тут же пошли, поехали по своим делам, которые откладывали в течение полутора месяцев. И вот поэтому такие очереди наблюдались сегодня на почте, в банке и так далее. Что нам сказали? То есть не то, что все, за один день мы тут же вернулись к жизни. С 7 мая должны заработать торговые центры и открытые рынки. С 10 мая должны вернуться дошкольники в детские сады, они будут разделены на 2 подгруппы. Соответственно, они не будут ходить в течение всей недели в садик, они будут ходить по полгруппы. Потому что если в школах можно рассадить детей по классам, то в садике такое невозможно. Поэтому 17 детей или 15 детей будут ходить с воскресенья по вторник, и вторая группа будет ходить со среды по пятницу. У нас Лео определили во вторую группу, поэтому даже если мы вернемся, я надеюсь, мы вернемся 10 мая к обучению в садике, то тогда мы пойдем лишь только в среду. Что еще хорошего мы услышали? Мы услышали, что все предприниматели должны в скором времени получить помощь. Я каждый раз об этом говорю, что мы помощь от государства еще не получили. Кстати, если меня смотрят предприниматели из Израиля, напишите, пожалуйста, получил ли кто-то помощь от государства. Потому что вчера они говорили о том, что это так легко и просто. Вы просто заполняете на сайте форму определенную, которую Мишель заполнила, кстати, уже около двух недель назад, я думаю. И в течение двух дней вам переводят помощь денежную на счет. Причем, если раньше эта помощь касалась только малых бизнесов, то есть там оборот должен был быть не больше 240 тысяч шекелей в год, то сейчас вся эта цифра возросла, и сегодня даже огромные бизнесы, большие бизнесы, которые терпят, соответственно, огромные убытки, они тоже могут получить помощь от государства, и эта помощь может быть даже несколько сотен тысяч шекелей. Вот такие позитивные новости мы вчера услышали. Посмотрим на деле, так ли это, потому что я всегда рассказываю, так ли это. Пока что мы, как предприниматели, ничего не получили. Уже в сети появляется немало статей различных специалистов различных областей, которые говорят, что, в общем, как-то очень туговато Израиль затянул гайки, и нужно было не так все делать, и нужно было делать все это намного проще, потому что экономическое положение людей сегодня не самое лучшее. И честно скажу, что это так. Я захожу в соцсети, очень часто я вижу людей, которые пишут, что им просто нечем платить за квартиру, они спрашивают и задают вопрос, могут ли их выгнать из дома, и вообще все ли это законно. И вот ситуация сейчас такая, то есть нам правительство говорит о том, что все хорошо, мы прошли всю эпидемию, пандемию очень-очень хорошо, у нас низкие цифры, и многие страны берут с нас пример, но в то же время люди сейчас страдают экономически. И новость, которая была вчера опубликована, появилось такое Содружество стран, в это Содружество вошла Чехия, Дания, Австрия, Греция, и туда присоединился Израиль. И вот эти пять стран, они заключили между собой такой союз, что в принципе вся коронавирусная ситуация у нас прошла в легкой форме, то есть у нас нет сотен тысяч погибших, у нас нет сотен тысяч заболевших, поэтому эти страны приняли такое решение, что их туристы могут путешествовать вот по этим пяти странам, то есть туристы из Греции могут прилететь в Израиль, мы, если захотим, можем отправиться в Грецию. Понятно, с соблюдением всех правил безопасности, маски, антисептики, перчатки, двухметровая дистанция, поэтому сейчас подписывается это соглашение, я понимаю, что Израиль входит в этот альянс, и в скором времени мы уже, если захотим, можем полететь вот в одну из этих четырех стран. Вот такие вот новости на сегодня, если вам было интересно, то обязательно подписывайтесь на канал, также не забывайте присылать свои видеосообщения. Оставляю в описании свою электронную почту, свой Facebook и Instagram, и, кстати, вот такое одно видеосообщение я получила из Омска. Спасибо вам большое, встретимся на моем канале. Мы всегда с огромным интересом ждем и смотрим выпуски канала Юлии Чепелевой. В этих выпусках открывается совершенно неожиданный Израиль. Маленькая, но очень самобытная и такая разнообразная страна, с такой глубиной и, самое главное, без какой-то политики, без какой-то ангажированности, без претензиозности, живые, чудные, безумно интересные люди. Каждый со своим делом, со своим интересом, со своей устремленностью. Мы этих выпусков всегда ждем и смотрим их всей семьей. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok